С большим удовольствием за игровой стол нашего Блит-клуба я приглашаю писателя Анатолия Трушкина. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы, наверное, уже слышали, что вот Семен Тодорович мне два доллара подарил. Да. Да, сейчас курс как бы растет, вот. А с евро, с евро, нет, не надо дарить ничего. Вот, а евро наоборот, вы знаете, все время прыгает, то вверх, то вниз. Вот верите ли вы, что мы сейчас с вашей помощью будем раскручивать евро? С моей? Да. Ну, давайте, верю. Попробуем? Тогда вот, если можно, вы вот так вот пальцы сделаете, смотрите, я, значит, вот туда вешаю такую вот туалетную бумагу, ну, евро, да? И вот мы начинаем раскручивать евро. Вот это у нас космикус, но все равно вот это раскручиваем. Так что... Замечательно. Раскручивайте дальше. Курс должен тоже подниматься. Это мне, да? Это вам, конечно. Приятно 500 евро с пользой употребить, да. Теперь вашего, так же, да. Ну, у меня такой словесный, да, вы же знаете, вот, есть люди, которые панически... Боятся простолстеть, поправиться, выполнить, да? И они бросаются во все тяжкое там... Диеты вот эти вот, да. Диеты, голодание. Морят себе, черная, это как. А вы верите в то, что им можно помочь? И причем так, что они могут есть что хотят, когда хотят и сколько хотят. А на всю помощь уйдет всего секунд 15. Не, вот так быстро, так это же сейчас просто все прильнут к экранам телевизора. Сейчас, слушайте внимательно. Если вы панически боитесь поправиться, примите перед едой 100 грамм, и ваш страх исчезнет. Извините, хорошо, Саня. Это вот так приведите и сделайте. Пойдемте, Анатолий, я так понимаю, что нас уже там ожидать. Это люди, известные всей стране. Здравствуйте, господа. Много вечера у вас. Это совет замечательный, кстати. Это хороший, да, 100 грамм. А если больше, так вообще. Да, вообще все забудем. Шестерка. Ну, шестерка, это у нас фант. Анатолий, это у нас фант. Это значит, можно что-нибудь прочитать, можно что-нибудь спеть, можно анекдот рассказать. Ты не прислали, буду петь. Ну, какой-то анекдот, не знаю, последний ходит. Сейчас, когда женщины на такси останавливались, спрашивают, сколько это Тверской? Тут, говорит, 200 рублей. Она говорит, а я с мужем вместе. А он говорит, все равно 200. Она поворачивается, говорит, я же тебе говорил, что ты ни хрена не стоишь. Анатолий, ну, как-то... Теперь я начинаю. Да, оба валет. Что я сказал? Десяток. Ну, я думаю, что, наверное, мы дадим возможность Анатолию вступить в игру. Не нужно у него выкупать ничего. Не, не, не надо ничего выкупать. Не прожил, так сказать, такую долгую жизнь, что было 50-40 лет. Но лет 20 назад, 8 марта вообще, ко всем, так сказать, датам, у каждого было там по 5-6 концертов, и ездили с места на место, крутились. Вот 8 марта, приезжаю, значит, на шоколадную фабрику. И первая задача, я же проскочить. Проскочить, потому что все, значит, просятся, ищу у всех по 6-7 концертов. И вдруг меня все так радостно встречают. Я говорю, да, пожалуйста, конечно, что же. Вот тут же что-то отодвинули всех, я выступаю. Встречают хорошо. Встречают хорошо. Еще просят, думаю, да, так, ну, надо же уважить. Пропустили все-таки, да. Выставил, ну, неважно, все отчитал. Ухожу. Переоделся, значит, как положено, в обычное. И говорю, а где администратор-то, может, концертовский? Ну, администратор подбегал. Ой, спасибо, так смеялся, так понравилось все. Я говорю, да, спасибо за добрые слова. А деньги-то, деньги-то, я говорю, где? Может, я вас не вызывал. Я говорю, ну, тогда, наверное, этот местный администратор, так бывает же, что они в дополнение, да, концерт неполновесный, решает, кого посильнее пригласить. И местный, бежит, тоже радостный, еще больше, чем этот. И говорит, знаешь что, так приятно, так радостно. Я говорю, ну, 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 ну. Я говорю, а деньги-то где? Он говорит, да какие? Я говорю, как, я вот выступал. Он говорит, а мы вас не приглашали. Я говорю, ребят, это нехорошо, эти не приглашали, те не приглашали. И у них вот это чувство вины, конечно, было. И они конфет дали. Ну, больше, чем я бы на гонорар купил. Ну вот, а домой-то я приехал и смотрю, значит, где же я был-то? Родфронт. А меня, значит, приглашали в Красный Октябрь. Я маленько в фабрике попротал. То есть, Красный Октябрь, это не рояли разве? Нет, это конфеты. Это конфеты. Они еще и конфеты. Они у нас конфеты, а у вас. У нас рояли. Из них же. Да. Вопрос. Веришь ты вот в такую страшную историю? Нет. Получилось? Не получилось. Ну, в общем, быстро сделали в Москве все свои дела. И уже в финале. Почему мы этим всем не вот... А, еще кокос не давали? А, еще кокос. Еще кокос не давали. Так еще такой 1-1 тогда еще получается у вас. Это просто Семен Тодорович так у нас выскочил. Да, вперед. Он так выскочил сразу вперед. Сразу так вперед вышел. Не, ну просто вспоминаем ваши... Ну, мы карту потянем, чтобы как-то поучаствовать в жизни. А, ну правильно, как-то в жизни поучаствовать. Нет, все равно мы на твою не будем смотреть. Да, вот. Король. Просто везет тебе все время туз. Что? Восьмерка. А, восьмерка. Семерка. Семерка. Анатолий, теперь ваша история. Теперь ты рассказывай. Сейчас я это решу, врать или правду расскажу. Вячеславу. Да. Да. Лет 25 тому назад был куплен дом в деревне. Взывался на Большие прудищи. Это 4 километра от Спаска и Лутовинова. Места-то все такие. Я еду мимо Ясной Поляны, туда, к Тургеневу. Станция Бастыева, станция маленькая. Поезд один. Дальнее исследование. И вот такая незадача, когда приходишь, там за 5 минут, когда билет начинает отправиться, еще не начинали. А через 2 минуты нет билетов. Нет и все. Вот как хочешь, так и уезжай. Несколько попыток было неудачных. Приходили и там с женой. И сидят битком люди все. Никуда не войдешь, не пускают. Тогда, значит, чего же я один раз ехал один, думаю, надо куда-то как-то выезжать. Я к проводнице, я говорю, как фамилия бригадира? Он говорит, там Кондрашкин. Я говорю, где он? Он говорит, он там, в седьмом вагоне. Я к седьмому, я говорю, простите, вы бригадир, он и я. Я говорю, не выручьте, писатель Кондрашкин, вот так вот нужно. Он говорит, кто Кондрашкин? Я говорю, я. Он говорит, и я Кондрашкин. Я говорю, ну ладно, так не бывает. Он говорит, ну почему не бывает? Я говорю, ну как будет? Он говорит, ну иди в восьмой вагон, там сейчас разберемся. Ну я иду в восьмой вагон, ну естественно, там всю ночь он меня расспрашивает. Не знаю ли я, дядя Федя Кондрашкин, не было ли рыжих. В Германии кто-то не служил. Я все боялся, что вдруг долги какие-нибудь. Да-да, и полгода. Ну неважно. Вот, так сказать, такая история, доехал. И вроде уже опыт есть, все уже спокойно, приезжаем в следующий раз. Опять то же самое, история. Я говорю, бригадир, и как фамилия? А он говорит, там Махмед Аглык-Кирбабаев. Я думаю, ну... Не пройдет она. Не проходит. Да-да-да. И так пошел на выход. Веришь ты, что я... Веришь ты, что я в тот раз все-таки... Кондрашкина наколол. Махмед Аглык с Кирбабаевым. Да. Уехал тем более. Не верю я. А зря. Вот видишь. Я тебе расскажу как. Я пошел. Да. И уже мимо последнего вагона прохожу, проводница говорит, Кондрашкина. Иди, родственник, да. Я на Кирбабаев это не рискнул, конечно. Да-да-да. Вот все. Поздравляю. Я читаю. Мне читаю. Ну, театр, грим-уборные, два актера. Первый, такой успех у вас, Иван Григорьевич, такой успех. Второй, снисходительный. Обычный. Первый, как достоверно вы играли. Как будто полжизни были продавцом. Второй, вжился в образ. Главное, вжиться. Был бы где подсмотреть. У меня сосед продавец, Шурин продавец. Товарищи много продавцов. Да сам каждый день по магазинам. Первый, а как же от тела до сих пор? Говорят о вашем от тела. Первый, да это был огромный успех. Зрители стояли в проходах, вдоль стен, висели на люстрах. Вжился. В доме напротив жил Эфиоп. В школе у нас был один парень. Мать его родила после Олимпиады в Москве. У тетки родной муж Кочегар не мылся никогда. Сам бывало, напьешься до чертей. Было где посмотреть, зацепиться. Первый, сатин ваш на дне. Второй, то же самое. Из дома выйдешь, одни бомжи. Первый, я знаю в новом спектакле, вам главную роль дали. Роль оптимиста, поздравляю. Второй, я отказался. Первый, почему? Второй, не моя роль. Где вжиться? Как вжиться? Где подсмотреть? Не за что зацепиться. Замечательно. Ну и еще одну маленькую, да? Добрые новости. Это уже на радио. Мы с театра на радио. Первый, новости готовы. Второй, да, готовы. Первый, с чего начинается? Второй читает. Вчера в одном из городов Крайнего Севера из-за нашего вечного разгильдяйства в общежитии комбината случился пожар. В 40-градский мороз десятки людей остались без крова. Семь человек считаются пропавшими без вести. Первый, опять чернуха. Второй, другие новости еще хуже. Первый, десятки миллионов людей услышат утром эту новость. Настроение у всех сразу не к черту. Станкостроение даст брак. Пищевая промышленность отраву. Новости должны рождать оптимизм. Второй, может так подтверждается теория о глобальном потеплении климата на Земле. Вчера в одном из крайних городов Севера, Крайнего Севера, было необыкновенно тепло. Десятки людей вывезли на улицу, в чем матеря дела. Семь мир пропали без вести. Первый, семь мир пропали без вести, нехорошо. Второй, семь человек до сих пор не хотят возвращаться домой. Первый, ну вот другое дело, тоже совсем затюкали людей с этим. А можно вот спросить маленький секретарь. Я смотрю, что у вас от руки написано. Это новое? Новое, если вы хотите. То есть свежее только, да? Да, это можно проговорить. А вот когда вы на концерт прочитаете, у вас там отпечатано или тоже от руки написано? Семен Тадович. Это у кого как-то. А зачем делитесь нашу писательскую губу? Мне же хочется, чтобы люди что-то узнали. Пусть будет тайна. Хорошо, пусть будет маленькая тайна. Пусть слагают легенды. Да. Итак, Семен Тадович, вы первый вышли в финал, поэтому... Подождите, ты что уже я? Все, игра. Да, сейчас уже вопросы. Верите ли вы, что Василий Иванович Чапаев едва не стал мастером кисти, поступая в художественную академию? Он и рисунок сдал, и графику сдал, а вот натуру обнаженную завалил, Василий Иванович. Он бы не командармом был, а представляете? Что значит, завалил натуру? Кто создал эти вопросы, хочу знать. Я натуру завалил, понимаете? Не верю. Не верите, а зря это действительно так. Знаете, натуру завалил, чтобы на прошлый вопрос не отвечать. Анатолий, вопрос вам. Верите ли вы, что российские социологи выявили интересную закономерность? Всех денег заработать нельзя, а вот пропить можно. То есть всех денег заработать нельзя, а вот пропить все деньги, оказывается, можно. То, что всех денег заработать нельзя, а пропить можно, я верю. Верите и правильно делаете, 1-0 в вашу пользу. Нет, то есть вопросы-то ерундовые. Все, Анатолий Иванович, вопрос вам. Верите ли вы, что психологи исследующий характер человека заметили, что обычно пессимист интересуется, сколько лет ему осталось у кукушки, а человек оптимистичный у дятла? Нет. Не верите и правильно делаете, 1-1, да? 1-1, Анатолий, вопрос вам. Верите ли вы, что в магазинах профессиональной одежды можно купить женское нижнее кружевное белье? Вот это вот одежда, там где профессиональная, знаете, вот для робота там всякое продается, для работы, красная. Там можно, профессиональная одежда, знаете, для рабочих. И там можно нижнее женское кружевное белье даже купить. Официально не из-под полы. Конечно, не из-под полы. Не верю. Не верите и правильно делаете. Семен, тогда вопрос вам. Верите ли вы, что если у вас нет девушки, то это значит, что у кого-то их две? Это судьба Итак, если у вас нету девушки, то у кого-то их две Верю Верите? И правильно делаете Это действительно так, в основном деле нет, конечно Ну как, если у вас нету, то почему у кого-то две? А почему нет? У кого-то может быть тогда и три, и четыре, и конечно же нет, Семен Тодорович А вы заметили, что он пытался подыграть? Нет, нет, я поначалу пытался, а потом посмотрел, а у меня-то нет написано Все, 4-1 Какой 4-1? 2-1, 2-1 по-прежнему Анатолий, вопрос вам Верите ли вы, что если вы нашли клад и не хотите делиться с государством То нужно забрать себе 25% А остальное зарыть обратно Ну с кладом так поступить Повторите вопрос Итак, если вы нашли клад, но не хотите делиться с государством То нужно забрать 25% А остальное зарыть обратно Ну по закону 25% Я знаю, не верю Не верьте, правильно делайте, 3-1 в вашу пользу А я бы зарыл Я вот еще бы взял Я честный человек Семен Таджиевич, вопрос вам Верите ли вы, что в Бразилии, в Бразилии Секретарша начальника Должна уметь не только варить кофе, но и выращивать его В Бразилии Ну просто капошловата, конечно Я не верю Не верите и правильно делаете, 3-2 в пользу Анатолия Анатолий, вопрос вам Какое из меня знание в Бразилии Вопрос такой Верите ли вы, что если бы на бутылке не писали, что это водка, то ее никто бы и не пил Я правильно, да, сказал? Если бы на бутылке не писали, что это водка, то ее бы никто бы тогда, миленькую, и не пил бы Никак не пили бы все равно, не важно, водка-то все равно буду пить А если на бутылке-то не написано, что водка, там написано вода А, вот что и эту, да Конечно, не пили бы, да Не верите, то есть Не верю Не верите и правильно Что вы подскажете, Семен Таджиевич? Это проиграет, 4-2 Он хочет, чтобы я выиграл Я сказал, что я за него буду Вы сейчас подсказали Я сказал, не верю Я аргументировал, что люди выпьют в надежде А вдруг там водка Может быть, такой же вред Вы отвечаете на свои вопросы про секретарь Семен Таджиевич, вопрос вам В Бразилии, если мне Да-да-да Верите ли вы, что потолок башни современного танка изнутри оклеивается поролоном, чтобы не больно было ударяться на кочках? Ну, когда танк идет А почему ты показываешь тогда это место? Нет, я показываю, что танк идет, ну и там люди-то подпрыгивают Не верю Не верите и правильно, делайте 4-3 Потому что поролон под каской А в танке никто в каске не ездит Серьезно? Там это шлемофон Как техника ушла далеко 4-3 Великой, так это в танке подушке безопасности срабатывает 4-3 Ваши пользы, Анатолий Анатолий, вопрос вам Верите ли вы, что интересную акцию провели в одном известном магазине Тому, кто купил ботинки, в подарок давали брюки, носки, рубашку, галстук и шляпу Предложение, от которого, собственно говоря, невозможно было отказаться Это провокационный вопрос, конечно Вы покупаете ботинки, а вам дают все Это понятно, да Ответ-то у меня однозначно написан Я даже могу потом дать проверить Слава пусть проверит Нет, не верю Не верите и правильно делайте счет 5-3 в вашу пользу Семен Тадович, вопрос вам Верите ли вы, что помимо березовых и дубовых веников в баню Берут хвойные веники из ели и сосны Представляете, вот этими иголками хлещут себя Да Верите и правильно делайте счет 5-4 Анатолий, вопрос вам Было 5-3, сейчас 5-4 А ты еще и считаешь Я думал 5-2 Вопрос вам Верите ли вы, что установлено, что раки, раки не любят попутного ветра Так как он, извините, дует им в морду Попутный ветер Раком Раком Он же как бы назад В воде дует А он иногда на сушу выбирается И все равно ведь ползет Значит, как еще в образовании Установлено, что раки не любят попутного ветра Так как, извините, он им дует в лицо Не верю Не верите и правильно делайте 6-4, Семен Тадович, вы задумали А сколько вопрос Сколько он может сопротивляться Последний вопрос Верите ли вы, что итальянские фермеры научились выращивать спагетти прямо на деревьях Это Марк Твен, что ли? Да Нет, не верю Не верите и правильно делайте 6-5, да? Последний вопрос Вам верите ли вы, что миллионер, миллионер теоретически может быть честным человеком А вот честный человек не может быть миллионером даже теоретически Еще раз, потому что я на него засмотрелся Итак, миллионер теоретически может быть честным человеком А честный человек не может быть миллионером даже теоретически Я вас запутал Не верю Не верите и правильно делайте, и побеждаете у нас сегодня в Брюхуде Хотя я так понимаю, что... А последний вопрос мне Почему? Я с вас начинал. Теперь можешь ему еще пять вопросов задать. Поздравь меня, пожалуйста. Поздравьте, пожалуйста, победителя, но все равно мне хочется сделать подарки.